Моя коллега, парламентский корреспондент русской службы Би-Би-Си, Фарида Рустамова, обвинила в домогательствах депутата Госдумы, главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого. По словам моей коллеги, вот она в марте прошлого года, во время интервью в кабинете Слуцкий отпускал скабрезные шутки и прикоснулся к ней против ее воли. Диалог в кабинете Слуцкого записан на диктофон, но у Би-Би-Си имеется его запись. Напомню, что ранее в домогательствах Леонида Слуцкого обвинила заместитель главного редактора телеканала РТВА Екатерина Катрикадзе. Потом вслед за ней и продюсер телеканала Дождь Дарья Жук. Вот как на обвинение коллег Фариды ранее реагировал Леонид Слуцкий. И это типичная, к сожалению, для нашего времени заказуха, которая вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила. Ну а что касается... Ну а была журналистка Катрикадзе, которая вполне официально вас объявила, тоже заказуха, потому что не анонимная. Не, ради бога. Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок, которые сказали бы о том же самом. Поэтому могу только сказать, что никогда такого не было и никогда женщины не жаловались, я думаю, не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия своей стороны. Но что касается подобных обвинений, чем дальше эффективнее мы будем работать, тем больше подобных вещей, к сожалению, может возникать. За историей обвинений в домогательствах Леонида Слуцкого следит моя коллега в Москве Нина Назарова. До начала программы я попросил ее рассказать об обвинениях Фариды Рустамовой в адрес депутата. По словам моей коллеги-корреспондента BBC Фариды Рустамовой, около года назад, 24 марта 2017 года, когда она пришла в кабинет к депутату Леониду Слуцкому брать комментарий о визите французского политика Марии Леопен, Слуцкий не стал как-то вдаваться подробности про визит французского политика, а в какой-то момент неожиданно сменил тему разговора и предложил моей коллеге стать его любовницей. Когда она отказала, политик, со словами, обращаясь к ней за ей чуткой и предлагая ей к нему заглядывать, потому что он по ней соскучился, дотронулся внутренней частью ладони до лобка Фариды Рустамовой, после чего отскочил. На протест девушке Слуцкий ответил, что он таким образом проявил свой интерес к ней и предложил ей заглядывать к нему. Нина, а почему Фарида почти год молчала и, по крайней мере, публично об этом не говорила? Фарида, как она сама рассказывает, сейчас сразу же начала перебирать возможные варианты реакции от публикации в Фейсбуке до обращения к руководству Думы. Однако, как она объясняет, ей было очень страшно выступить публично, потому что в России, как мы знаем, очень сильна культура обвинения жертвы. И сейчас она решилась выступить благодаря тому, что уже были публикации «На дожде» сначала анонимные, потом были другие девушки, завившие также о харассмотре со стороны Слуцкого, и она решила выступить из своего лица тоже. А чем отличается ее обвинение в адрес Леонида Слуцкого от обвинения ее коллег, о которых вы упомянули? Насколько можно судить, у них есть общее то, что так или иначе все эти три девушки, по их словам, в обстановке, которая предполагала исключительно профессиональный контакт, столкнулись с нежелательным вниманием со стороны господина Слуцкого, то есть с фривольными предложениями и нежелательными прикосновениями, на которые они не давали своего согласия. А известна ли реакция Леонида Слуцкого, что он говорит в ответ на обвинение корреспондента русской службы Би-Би-Си? На настоящий момент реакция Леонида Слуцкого на слова Фреда Рустамова никак он их не прокомментировал, хотя мы направили запросы, ожидаем, в общем, ожидали его реакции. На предыдущее обвинение со стороны Дарьи Жук, продюсер ради канала «Дождь» и Екатерина Катарикадзе, замдиректора, замглавного редактора канала «РТВАЙ», он ответил, что это заказуха, которая вместо того, чтобы отнять у него авторитет, только добавила его. Нина, скажите, а существует ли в российском законе ответственность за сексуальные домогательства? На настоящий момент в России нет закона, предусматривающего ответственность за сексуальные домогательства, если по домогательствам понимать именно настойчивые предложения вступить в сексуальную связь или нежелательные прикосновения без согласия второго человека. Самое близкое, что подходит к этому, это статья 133 Уголовного кодекса, однако она предполагает вот такое Домогательство с применением шантажа или угроз То есть это еще более серьезная вещь Однако даже и эта статья Уголовного кодекса Как на прошлой неделе сформулировала депутат Госдумы Оксана Пушкина Тоже фактически не работает